здравствуйте друзья у нас сегодня сюжет связанный с помывкой иммигрантовоза новой версии мы еще никогда не снимали как это происходит то есть в этой же самой мойки я сейчас переведу туда фокус вы увидите значит давайте покажем туда вот в этой же самой мойки мы уже снимали как моется нашими гранатовоз но в этой машине в мерседесе у нас гораздо больше такого открытого места на потолке и я подумал что у нас как бы получится лучший сюжет плюс мы снимаем это днем снимаем по дороге в дилер шип потому что мне пришли номера и как-то так получается что если сзади я еще номер как прикрутил там есть крепеж вот так же как на машине перед вами есть крепеж и у меня тоже есть сзади а спереди нету на самом деле мне даже и рамочки вот этой не дали блестященько я ее просто прикупил потому что прикупить на самом деле шипе стоит 30 долларов за рамочку ну и в общем где-то я купил в интернете и у меня с собой болтается сзади и кроме того у меня вопрос возник по моему навигатору потому что так получается что если я выключаю звук музыки то я одновременно и затыкаю навигатор тоже как то вот так музыка и навигатор по звуку оказались связанными но не столько в моем например сознание сколько в моем исполнительском мастерстве вот когда я отключаю на музыке то отключаю и навигаторе на навигаторе тоже поэтому у меня есть вопрос который я хотел задать плюс мне сказали приходим и те номер поставим вот и спереди его тоже как-то прикручивают оказывается хотя чисто внешне не подумаешь что это возможно я сниму ближе дело когда мы на приедем на телешип через там 15 минут но светлане вот так же тоже ставили у нее тоже спереди не было очевидного крепежа но как-то они умудрились вот я покажу как это происходит а сейчас мы просто помоемся и неудобно же мне не помытому ехать в дилер шип там все такие чистенькие красивенькие собственно я тоже всегда чистенькие красивенькие я подумал друзья что интереснее смотреть как чужую машину моют ну то есть конечно одно дело изнутри вид изнутри другое дело вид снаружи и вот сейчас мы так машина там одна выезжает другая заезжает и вот мы эту заезжающую хорошенечко так сейчас осмотрим как у нее все будет происходить у меня слева о вот тут надо им сказать что я хочу там и диски помоют и так и мылом побрызгают и в общем так неплохо неплохо вот смотрим со стороны это бесконтактная мойка и надо сказать что вот это бесконтактность она не идеально в качестве помывки потому что когда моют там тряпками руками и так далее моют чище вот я могу засвидетельствовать я сравнивал на своей предыдущей машине но что получается когда машина новая краска в идеальном состоянии и как-то ну жалко вот сейчас перед возьмут там и немножечко поцарапают сильно не поцарапают а немножко поцарапают вот видите этом побрызгали чем-то каким-то порошком стиральным даже не знаю и вот сейчас опускается снизу моет они немного воды расходуют струйки очень тоненькие такие я бы сказал какие-то минималистские такие что еще сказать есть вещи которые на машине не отмоешь например вот там где мы живем вода подается в дом и для полива тоже и для питья она какая-то местная там из каких-то скважин и там довольно много солей и при входе в дом мы там ставим фильтр он эти соли убирает но с точки зрения полива например там вода а ведь как-то солями что это значит это значит что если вы поставили свою машину на драйввей например и в процессе поливки газона вам попала на корпус вашей машины а это практически неизбежно то остаются когда вода высыхает остаются такие вот следы вот солей и вот их уже ничем не смоешь вот сейчас в мойку пойдешь не смоешь в нашей ситуации упрощается потому что во первых свечена машина стоит в гараже а это я снаружи ставлю но то есть на нее не попадает вот эта вода с солями а я ставлю со стороны соседа и у соседа нет полива у него какой-то король толченый значит там все это посыпано и полива вообще нет поэтому на меня не попадает но вот один день попало и я вот до сих пор смотрю там она потихонечку там может быть за несколько за пару лет уйдет но в общем такая вот история немножко немножко на мне есть остаток этого дела другое дело что машина близи и не то чтобы она там моя на веки ну тем не менее вы видите да как испаряется с моего капота когда какие-то там капельки мелкие попадают вот моют товарищ впереди вот я для вас очищаю стекло да а видно как грязь стекает вот вспоминаешь про василия ивановича и петьку как в бане петька говорит василия иванович а с тебя вода так грязнее течет на что петька ему говорит так василия иванович так я же петька и старше вот так что если сейчас сравнить вот этого товарища со мной то с меня вода гораздо грязнее потечет я подозреваю да друзья оказалось что не работает машинка оплачивающая я зашел внутрь офиса и заплатил человеку который там работает и теперь уже на спускают сейчас зеленый цвет сменится на красный а пара бит не ходи дальше говорит ладно не хожу вот мы друзья с вами наблюдаем сейчас нам на стекло чем-то набрызгают да посмотрите как дымится дымится капот ну давай побрызгай нас чем-то друг так на стекло и вот видно может быть вам будет видно что там делается вот тут да там на самом деле висело объявление о том что не работает и пойди к кассиру но поскольку она так чисто внешне все функционировала я не сразу сообразил так ну что чем-то на сейчас там посыпь сверху нет просто проехал непонятно ничего с нами не делали пока вот теперь что вот смотрите немножко нас опрыскивают просто водичкой да а нет таким как бы стиральным порошком да знаете вот что-то такое немножко подниму в эту сторону вот каким-то порошком стиральным вот вы видите сзади там что делается я стараюсь уже из кадра выползти по возможности так немножко поливают такое ощущение что диски сзади потерли нам равно прав протерли а сейчас впереди тоже самое нацелился и такими щетками бум по дискам хорошо ой он смотрите как брызжет сзади сейчас так 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 сбоку такими стройные буйство ураганное сейчас нас должны таким шампунем цветастым побрызгать вот он пошел-пошел-пошел давай сейчас увидеть красиво лежит на стекле и на крыше лежит и так он потихонечку так стекает даже сейчас смывать будет вот и все была красота и нет красоты так вот друзья бывает всегда в жизни нам еще должны воском горячим на стекло обрызгать трудно сказать в какой момент это происходит я не очень разбираюсь под конец всех дел с тем чтобы не приставала грянь всякая вот а теперь идет просто ополаскивание там впереди если вы видите вот там есть табло сейчас написано ополаскиваем а перед этим было написано покрываем защитным покрытием вот ополаскивает а потом будет сушка иногда на этом табло пишут не то что происходит я поэтому так как-то отношусь не с полным доверием так ну все говорит зелененький валигает отсюда Михаил Петрович и мы едем на сушку друзья про сушку ничего не написали но вот тут трубы сверху и из них дует вот вы видите пошло дуть и это дутье продолжается там 75 секунд или сколько там 80 не знаю вот сейчас у нас вы видите счетчик впереди стоит сдувает с нас все что может сдуть металл трясется еще целая минута у нас есть ну давайте мы будем так продвигаться надо еще чтобы сзади тоже успело высушить на стекле там чтобы было видно 10 секунд 9 уходят последние капельки ну вроде нормально все все друзья заканчиваем нашу съемку так в следующем году спасибо за просмотр! на пробежение до сих пор до сих пор я не буду так не будет в следующем году